В России отмечают 140-летие перевода Библии на русский язык. Хотя попытки перевести священное писание предпринимали еще авторы нашего алфавита Кирилл и Мефодий в 9 веке, завершилась эта работа только в 1876 году. О том, какую роль сыграло это событие в духовной и светской жизни, говорили участники округлого стола. В 1812 году в России было создано библейское общество. И именно с этого момента началась более-менее планомерная работа над переводом священного писания на русский язык. К 1821 году был готов Новый Завет, спустя год Псалтырь. А затем в силу околоцерковных и придворных интриг работу практически свернули. Вернулись к идее только в 1856 году, когда российский сын отъединодушно высказался за возобновление перевода. Работа шла настолько активно, что уже в 1860 году было издано Четверо Евангелие. Полный же перевод Библии увидел свет в 1876 году. Этот перевод получил название «Синодального» и используется до сих пор. Кстати, именно его использовали переводчики Библии на чувашский язык. Напомним, презентация священного писания на чувашском языке прошла 6 лет назад, тоже в апреле. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...